24 апреля по мусульманскому календару начинается священный месяц Рамазан. Это период, когда верующие воздерживаются от приема пищи в светлое время суток и ведут особый образ жизни. Впервые в этом году, в месяц Рамазан, религиозные организации планируют провести в чрезвычайном режиме связи с пандемией коронавируса. Здравствуйте! У нас сегодня в гостях учитель Талкурганской центральной мечети Нур, Нурсултан Нурпазилов. Добрый день! Добрый день! Давайте начнем с того, что в условиях чрезвычайного положения какие меры предпринял Муфтиад. Прежде я хочу напомнить нашим телезрителям, если у вас есть вопросы нашему гостю, вы можете позвонить по телефону 40-01-09, код города 8-72-82. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp-мессенджер, по которому тоже можете отправить свои вопросы письменно. Мы здесь озвучим. Звоните. Аль-Хамдан Лиллах, Раббил А'ламин, Ва Салату Ассаламу Аля Мухаммадин, Ва Аля Алихи, Ва Асхабихи, Ва Асхабихи, Ва Имя Милостына и Милосердного Творца Всего Сущного, Аллаху Субхану Атала, Начинаю. Ассаламу Алейкум, Ва Рахматуллаху Барракатуху. Всех мусульман мира и также всех мусульман Казахстана представляю с наступающим священным месяцем Рамадан, так как завтра начинается первый день священного места месяца Рамадан. К этому месяцу духовное управление мусульман Казахстана в таком же режиме остается, потому что Ораза — это пост, каждый мусульман делает от себя. И чтобы поститься человеку, не нужно какое-то место, либо общество, либо джамаат, либо в каком-то месте, чтобы он ограничился. Поэтому каждый человек может поститься, не изменяя никакого режима, даже во время ЧП в этой большой пандемии, с утра до вечера, сделав намерение до рассвета и держать пост до конца вечера, то есть до заката. А как правильно держать в эту разу во время карантина, когда ограничений очень много? К этому вопросу можно относиться очень просто, потому что сидя дома, ничего не делая, вы не затверждаете себя и свой организм. Поэтому до наступления фаджра, то есть утрешнего намаза, вы должны полностью принять свою пищу, попить воды и просить свою мольбу, сделать дуа, а потом же до наступления, то есть утрешнего намаза, до 10 минут ранее, вы должны уже полностью остановиться от приема пищи. И это так будет продолжаться с этого дня до вечера, то есть до 4-го намаза, намаз Магриба, до заката. И оставайтесь дома, причем к этому сидя дома можно и поститься, никакой сложности нет. Это даже хорошие условия сейчас создали, работать не надо многим, посидеть дома и вот именно провести уразу. Давайте ответим на вопрос телезрителя, который написал уже, вот он пишет, Ну а как быть тогда с тем, что, я перевяжу, это на казахском языке написали, как если принято таравих намаз вместе с жамагатом в мечети провести? Это же мы теряем, сауап пишет. Да, таравих намаз является суннатом, суннатом муаккада аляль кифая. То есть, если некоторые люди совершили таравих намаз, и вы по уважительной причине не присутствовали в этом джамаате, в этом обществе, то с вас вот эта обязанность отпадает. То есть, вам не обязательно его перечитывать самостоятельно одному, либо же в другом месте. Точно так же из-за того, что сейчас, когда даже отменили пятничную молитву джума намаз, то таравих является на втором месте, потому что пятничный намаз, молитва джума намаз, она является обязательным. То есть, еженедельно пятничный намаз для каждого мусульмана является обязательным, что он присутствовал в этом молитве. Таравих является суннатом. То есть, его положение, его степень ниже, чем джума намаз. Так как в нашем государстве, сейчас в Республике Казахстан, то, что идет ЧП, и ежедневно количество зараженных в пандемии растет, мы, к сожалению, должны прекратить множество, где люди посещают места, и в том числе является мечеть. Поэтому, к сожалению, конечно, что мечеть временно, до конца ЧП закрыта. Но здоровье людей, конечно, дороже. На первом очереди, конечно. Есть еще один вопрос телезрители. Говорят, как мы проведем Аузашар? Мы же, говорит, обязаны просто пригласить людей, либо какие-то пожертвования делать. Мы к этому Аузашару готовились очень долго, копили деньги, хотели купить барана и пригласить гостей. Как быть? Да. Звать, приглашать гостей на Аузашар, то есть Ифтар, является благим деянием. Где есть награды побольше. Если даже человек не постился, например, если он позовет гостей тех людей, которые постились, и он даст им Аузашар, Ифтар, то есть накормит их, напоит, то ему возлагается такое награждение, как будто он сам с утра до вечера держал пост. Этим же вот это благое деяние имеет большое свое влияние и, конечно же, большой салаб, вознаграждение. Но так как сейчас карантин, и у нас чрезвычайная ситуация, в каждой семье мы делаем свой Ифтар и без никаких либо гостей. Потому что свое здоровье, свою семью сохранить, это важнее всего. То есть религия ставит человечество, его здоровье превыше всего этого. Скажите, пожалуйста, нужно ли соблюдать пост зараженному коронавирусом? Конечно, если у человека есть уважительные причины, например, болезнь, которая неизлечима, либо он болен, что если он вовремя не примет таблетки, либо лекарства, если вовремя не займется со своим здоровьем, если будет откладывать, то его организм, его иммунитет, его здоровье ухудшится, то он должен обязательно принимать таблетки, либо по назначению свои лекарства. Поэтому он может, когда выздоровеет, может восполнить вот эти пропущенные дни поста. Здесь вот вопрос. Этот вопрос задавали многие. Я давайте озвучу. Зараженный коронавирусом человек должен лечиться, считают священнослужители. Это вы читали в интернете. Он освобождается от поста на время болезни. Тоже касается медработников, занятых в борьбе с COVID-19. После выздоровления или окончания пандемии верующий может 30 дней поститься в любое время до Рамазана 2021 года? Да, конечно. Если человек пропускает священный пост хоть один день без уважительного какой-нибудь причины, то ему надо будет восполнить за один прошедший пост дня, месяца Рамазан, восполнить 60 дней под подряд. Он не может. Так как вот этот месяц является самым святым, самым священным, и в этом месяце не спался священный Коран, поэтому этот и Рамазан, месяц, в месяце Рамазан поститься, это является одним столбом из пяти столбов ислама. Поэтому ни один мусульманин без причины, конечно, не будет оставлять пост во время священного месяца Рамазан. Если у него есть, конечно, уважительная причина, как вы озвучили, если он работает медиком, либо в органах, либо теми людьми, которые борются с этой пандемией, то он может отквать свой пост, перенести на несколько времен. То есть после окончания, когда все успокоится, уважается, он может возместить вот эти ущербы. Несколько дней, либо недели, либо полный месяц. Даже в зимнее время? Да, конечно. До следующего Рамазана? До следующего Рамазана желательно, конечно, восполнить пропущенные свои дни. Что делать, если не можешь держать пост? Пишет телезритель. Это касательно причины. Если у него действительно уважительная причина, например, если он болен такой болезнью, то что до конца жизни он не сможет восполнить вот эти пропущенные дни, то ему есть отсрочка такая, то что он дает фидия. Фидия – это то, что те дни, которые вы не держали, например, когда здоровье не позволяет человеку держать пост, то он за каждый пропущенный день дает пропитание продуктами, либо накормит бедного человека. Человека того, который держал пост. Например, сейчас в Духовном управлении мусульман Казахстана назначили фидию в размере 1700 тенге. То есть в нем входит и завтрак, то есть сухур, который до закрытия последнего поста, начиная с утра, и вечером и в тар. Двуховязовое питание, в это входит 1700 тенге. Он должен каждый день его оплачивать нуждающимся и в условиях, то что он является постящим человеком, а не просто так, что он нуждающийся. Он должен быть постящимся в месяцах рамаза. А если у человека нет никакой уважительной причины, он просто ищет себе отмазки, может быть, либо он не хочет совмещать пост с работой, либо с тем, что сейчас карантин идет, ему тяжеловато сдержать себя, либо у него духа воли слабая, например, то никакой, как бы сказать, отмазок таких нету. Помимо того, что у него уважительная причина, болезнь есть, либо старость, то, что он не может делать. Каждый мальчик и девочка, мусульман, который, достигший совершеннолетия, он обязан держать пост в месяцах рамазан, потому что оно является фарзом. Обязательно. И здесь возникает вопрос, как быть с фитр садаха, который надо было относить в мечеть, либо нуждающимся раздать. А вот в сегодняшнее, в карантинное время, как нужно куда отправить? Касательно этого, в Думке назначили того, что все мечети, так как закрыты по республике, каждый в мечети при входе возле ворот ставят специальные ящики с назначением для фитр садака. И каждый может, когда выходя в аптеку, либо в магазин направляясь, он может и в мечеть подойти, и не заходя в мечеть возле ворот же, там все написано, все мольбы, которые должны, должен человек, отдавая садака, должен прочитать эти мольбы, чтобы Аллах, Субхану Аталу, принял его мольбы, его подаяния. Также по обращению Думки во всех банках республики Казахстан, в обращениях, нам большую благодарность выделяем банку Каспи, которая для нас специально в этом году сделала в своем мобильном приложении раздел для фитр садака. То есть каждый человек оплачиваете коммуналку и так далее, заходите в приложение, там есть платежи, заходите в платежи, там есть другое, и заходит там благотворительность. Как благотворительность нажимаете, там сперва выходит садака. И фитр садака по региону. То есть каждый регион, нажимаете с какого региона и сколько вы вложите туда. То есть вот это все является онлайн. Если те люди, которые не хотят покидать свои апартаменты, либо выходить без нужды, то они могут оплачивать, то есть отдавать свое подаяние, фитр садака на каждого человека, 370 тенге с мобильного приложения Каспи. Особых проблем с этим не будет. Нет, нет, никаких. Все условия созданы. Здесь очень интересных два вопроса поступили. Смотрите, одни говорят, если мусульманин не сдержался, к примеру, выкурил сигарету, а второй же тут же пишет, а курить вообще сигарету можно? После разговорения. После разговорения. Если человек намеренно делает те или иные поступки, которые совершает священный пост, если он намеренно делает, то его пост портится. И после окончания месяца Рамадан он должен восполнить это, пропущивать дня, вместо одного дня 60 дней под подряд. Не то, чтобы он два дня постился, а потом один день отдохнул и дальше продолжил. Либо там месяц продержал, отдохнул немножко и второй месяц держал. Без отдыха, то есть под подряд, он должен два месяца целых, два месяца возмещать одного дня священного месяца Рамадан. Это называется кафарат. А если человек же забыв, например, готовя еду, женщина может забыть о посте и попробовать соль еды, либо же так далее подобие вещи. Например, воду выпить случайно. В таких случаях человек может, ничего не делая, просто попросить прощения у Аллаха и продолжить свой пост. То есть дальше, узнав то, что когда вы вспомнили, приняв пищу, либо после питья воды, вы вспомнили то, что вы являетесь постящимся. Это было непреднамеренное действие. Да, непреднамеренное дело. Можете покаяться и продолжить свой пост до заката, до конца вечера. И здесь давайте перейдем к питанию. Что вы советуете? Что легче на ночь? Что лучше утром на сухур? К примеру, какие-то предложения есть? Ну, например, мы казахи очень любим очень тяжелую еду на ночь. И это ли не повредит? Не, конечно, тяжело будет. Если человек целый день не питался и начать ифтар с тяжелого, с мучного, либо с мяса начиная, это, конечно, окажет свое влияние в желудку и вашему здоровью, конечно. Поэтому надо начинять. Посланник, салаллаху алейкум, в достоверных хадисах приводится то, что он открывал ифтар, то есть пост, с водой, либо с финиками. Начиная с финиками, либо с водой. И перед ифтаром каждый постящий человек, мусульманин, должен просить у Господа Аллаха для себя благо, благо для своего народа, также благо детей, обеспечения, здоровья. Каждую вещь надо просить у Аллаха, потому что дающий только Он. Поэтому перед открыванием поста и второго должен человек обязательно молиться и хотя бы уделить буквально минут две, может три, кто сколько может. До Азана, например, как Азан достигает вечернего намаза Магреб, то человек может открывать уже Сухур. До Азана оставить специально, определить свои две-три минуты, либо пять минут каждый день, чтобы просить у Аллаха Субхану Атала. Также Сухур, то когда Сухур, конечно, кто-то, кому как, кто-то легкую пищу принимает, кто-то принимает тяжелую, или побольше покушать, чтобы днем... За день, чтобы не проголодался. Чтобы не проголодался, чтобы его иммунитет не ослаб, и так далее. Каждый человек знает свое здоровье, знает свой организм, то, что он может перебороть, и что он не может перебороть. Поэтому это уже смотря по обстоятельству. Все зависит от здоровья. От здоровья. От человека. Вот задают вопрос, мой сын хочет держать пост, ему 13 лет, можно ли? Если каждый мальчик, либо каждая девочка, которая достигла совершенной летия, это не имеется в виду то, что по каждому исполнится по 18, либо 16. Каждой девочке, либо мальчику, когда он дозревает, то ему можно поститься. После дозревания мальчика или девочки, им поститься обязательно, потому что он уже зашел в болярат, то есть дозревый возраст и дошел. Это тот возраст, когда уже наверняка нужно уже и начинать. Да. Скажите, вот тоже вопросы телезрители пишут, можно ли пользоваться антисептиками, содержащими спирт? Между прочим, несколько человек уже задали этот вопрос. С антисептиками пользоваться, конечно, дозволяется, но желательно, конечно, избегать этого в те времена, когда вы будете совершать намаз, молитву. Намаз, когда вы совершаете во время, например, когда достигают до намаза, пяти, либо до десяти минут вы можете им воспользоваться, чтобы вот этого спирта, либо так далее, чтобы на вашем теле вот это не оставалось. Поэтому, чтобы она улетучилась, надо будет перед намазом, либо если вы использовали антисептик, подождать немного, а потом начать свою молитву. Антисептик никаким образом не портит ваше омовение, ни большое, ни маленькое омовение не портит. Есть телефонный звонок, давайте послушаем, ответим. Мы вас слушаем, говорите. Ага. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я казахстан. Айтанас. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Аллах, Аллах. Ахан, ахан, менде, гепаттейнен, даблейнен, сосы, аяқтарым аулады. Ауызашқанда, ауызашқанда, болырды ма, сол даблейнен, дәрісімен, аяқ ауыздын, дәрсен шуге. Саламатсыз ба. Касиетті, рамазан айы, күтті осын, бегекелі осын. Аллах, алаб, не етіңізді, қабыл әтісін, әлбетте, тәнеектен кешкісін, өзіңіздің күнде үлікті ішіп жүрген дәріңізді қабыллау қажет. Еткені, қабыллаймай қойсаңыз, өзіңіздің дейін сауылыңызға ақаулыға екейбі олмаса, зияндығы тип қалады. Ауызңызды бекіті батқан кезде, дәріңізді 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 жүрек қағысынан босын, аяқтан босын, қысымнан босын, кезгілген дәріңізді қабыллай бексе болады. Главное, светлое время. Да, в нем, значит, никакого там уковы или бі кәкінемуді лекарства, кәтіңіздің кәтіңіздің нәлзіңіздің лекарства он может принимать. Очень много тут вопросов. Смотрите, снижает ли пост иммунитет? Снижает ли пост иммунитет? Если бы в этом посте был бы вред человечеству, либо мусульманину, то Аллах, он же является милостым и милосерным, он же не приказал бы мусульманинам вот это обязательство не делалось бы. Поэтому никакого слабости... Конечно, любой человек, когда начинает вот этот месяц, первые начальные дни, то есть 2-3 дня, ему будет очень трудно. То есть, когда целый год ты питаешься, когда захотел, утром, днем, ночью, принимаешь пищу и пьешь воду, и в один миг начать, перестать вот это остановиться, очень тяжело, конечно. Любому человеку, несмотря на то, что человек иногда может сказать, что он 5 лет уже, подпадает поститься, несмотря на это, в 6-е году ему обязательно начальные дни, то есть 1-2-3 дни, будет тяжело воздержаться, тяжело надо будет перебороть себя. Конечно. Но, несмотря на это, никакого, например, минусов для иммунитета, ухудшения в иммунитете, для здоровья, я думаю, не будет. Потому что этот месяц только священный, такой священный, то, что всему человечеству можно взять то, что благое для себя, для своей семьи, и наладить свою связь с Аллахом, Субхану Аталу. Ведь не только в питании ураза держатся же. Помимо этого, у человека должны быть чистые помыслы и какие-то намерения, наверное. Это же не касается к диете. Например, человек соблюдает диету, либо правильное питание для того, чтобы сохранить свой вес, либо свою фигуру, например. Но пост является ради довольства лишь Аллаху Субхану Аталу. То есть, все деяния, все молитвы, которые делает мусульманин, каждое деяние его вознаграждается Аллахом Субхану Аталу. Но Аллах Субхану Аталу говорит, каждое деяние человека, которое он делает благое, он для себя делает. А пост, оно является лишь для меня. И награждение его будет от меня. Поэтому каждый человек индивидуально и самостоятельно относясь к своему посту, должен придерживать свои мысли, свой взор, уши, руки, ноги. И, конечно, обязательно воздержать свой язык от сплетни и так далее. Скажите, вот тоже поступает вопросы по поводу того, что купаться можно во время уразы, днем, светлое время суток или нельзя. Также очень много вопросов поступили по поводу месяца шаваль. Почему после уразы нужно держать еще 6 дней, ну, поститься? Отвечу на ваш первый вопрос. Можно ли купаться светлое... Время суток? Время суток, днем, то есть, принимать душ, либо сходить в баню, либо так далее, искупаться в море и так далее. Нет, конечно, если... Есть, конечно, причина уложительная, да, вам обязательно надо помыться, без этого никак. В таких ситуациях, конечно, дозволено, чтобы он выполнил свою нужду. Помимо этого, когда человек каждый раз моется в день, может несколько размыться, чтобы охладиться, чтобы его пост не сильно ему так мешал, либо, так скажем, чтобы не затруднял, чтобы он постился до конца. Поэтому ему не разрешается, чтобы он пользовался душем либо в баню. Все можно отложить, если главное намерение. Говорят же, нету слова, не могу, и слово не хочу. Если намерение твое крепкое и сильное, то все можно перебороть. Главное, чтобы дух сильным был и желание было к этому. Насчет шести дней. Скажите вкратце, время подошло. После месяца Рамадан не каждому не обязуется, то есть, это является суннатом. Каждый добровольно может шесть дней держать, но не обязуется никому. Те, которые держат шесть дней, они, конечно, возлагают надежду на большую награду от Всевышнего Аллаха. Спасибо вам большое. Время нашей программы закончилось. Дорогие телезрители, мы вас поздравляем с началом священного месяца Рамазан. Встретимся с вами завтра в 16.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова